Привет, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Пересмотрев много роликов и форумов, авторы вдохновленно объясняют, что в связи с тем, что в современных автомобилях в основном топливные баки устанавливаются горизонтальные, а не вертикальные, преимущество в пользу постоянной заправки топливного бака до конца исчезло, и теперь не обязательно. Да, если учесть, что атмосферный воздух и, соответственно, влага вместе с воздухом в горизонтальном баке меньше попадает, можно сказать, что необходимость каждый раз то горлышко заправлять бак не так уж необходимо, но держать бак в полном состоянии имеет свои другие неоспоримые преимущества. Но если хорошо поразмышлять, есть и минусы. Давайте рассмотрим оба варианта, и потом пишите в комментариях ваши варианты, чем еще лучше или хуже полный бак. Что вы не говорили, но садиться в машину, у которой на приборной панели стрелка соответствующего датчика показывает полный бак, куда приятнее, чем автомобиль, где осталось 5-10 литров топлива. Наличие в бензобаке как можно большего количества бензина или дизеля, это еще и польза для автомобиля. В первую очередь это решает проблемы в бензобаке с возможностью конденсирования влаги, которая в последующем виде воды остается на дне, что вынуждает выполнять очистку всей топливной системы. При большом количестве топлива в баке даже на не слишком качественных дорогах не возникают так называемые болтанки. Соответственно, даже имеющиеся на дне бака загрязнения не будут подниматься вверх и всасываться в бензонасосы. Это несколько раз снижает нагрузку на топливный фильтр, и автовладельцу не требуется проводить дорогостоящую процедуру очистки топливной системы от загрязнения. При возникновении болтанки и тряска, либо на крутом спуске или подъеме, топлива может оказаться недостаточно для эффективной работы топливного насоса. Полный бак в такой ситуации может стать решением проблем. Водителю при наличии полного бака попросту не требуется постоянно думать о том, что ему нужно добраться до АЗС, хватит ли топлива. Он не будет постоянно держать в уме, где находится ближайшая забравка нужной ему сети. Некоторые крупные сети заправок также предлагают водителям, которые заправляют полный бак, принять участие в различных акциях и накопительных программах. Это позволяет накапливать бонусы, которые в следующем можно использовать для получения скидки на бензин или же выбрать различные другие ценные призы. Еще один плюс. При полной заправке наш топливный насос хорошо охлаждается, так как он полностью погружен в бензин. Многие автолюбители предпочитают заливать полный бак топливом, чтобы в течение нескольких дней не думать о поездке на заправку. Это мнение верно. Меньше проблем с поиском заправки и меньше потраченного времени. Полный бак – это надежда выжить, если вдруг мы в непогоду застрянем на ночь в минусовую температуру. Теперь поговорим о недостатках и минусах заправки полного бака. Если водитель заправляет полный бак, объем которого в его машине составляет, например, 80 литров и более, это значит, что он постоянно возит с собой лишний груз. В итоге такие лишние 50 кг и более приводят к ухудшению управляемости автомобиля. Также на несколько процентов растет расход топлива. Мы будем чуть больше топлива употреблять, так как для разгона более тяжелого предмета требуется больше силы. А сила – это мощность. Чтоб развить больше мощности, неудивительно, что наша машина будет употреблять больше горючего. Сегодня в кризис неудивительно, что активировались грабители, которые просто сливают топливо с автомобилей. Если залить в машину полный бак, а такие преступники сольют весь бензин, то, по сути, мы можем потерять значительную сумму. В случае ДТП и повреждения топливной системы, выливание внаружи большего количества бензина повышает риск возгорания автомобиля в несколько раз. Соправляясь на неизвестной заправке, автолюбитель рискует получить полный бак некачественного топлива. Ну и если вы знаете еще минусы и плюсы, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо всем за внимание. Подпишитесь на канал и ждите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok